Невозможно представить нынешнюю жизнь без интернета. Но у любого явления есть свои светлые и темные стороны. И зачастую дети и молодежь в полной мере не осознают всевозможные проблемы, которые они могут столкнуться в сети. Кибербезопасность – это тема сегодня среди самых актуальных. Тему продолжит Махира Каюмова. В наше время нельзя представить свою жизнь без компьютера, смартфона и других гаджетов. Доступ к интернету есть у каждого, однако вместе с этим и растёт киберпреступность. Преступность в виртуальном пространстве – явление относительно новое. Но с каждым годом оно набирает обороты. Именно поэтому целью встречи сотрудников правоохранительных органов с учениками школы номер 53 стало обсуждение важной темы – повышение цифровой грамотности и безопасности. На встрече анализировались схемы преступлений, приводились примеры уловок, на которые идут мошенники сегодня. И нам рассказывалось, как можно избежать подобных ситуаций и как быть, если уже попал в ловушку. Каждый в зале слышал об этом. Кто-то лично уже сталкивался, кто-то нет. Так или иначе, главное – предупреждён, значит защищён. Когда техника на высоком уровне сегодня, у нас, не только в нашей стране, по всему миру происходят такие вещи, когда люди честно заработанные деньги теряют без чего-то либо разрешения. Поэтому мы должны защищаться. У нас много старшеклассников, поэтому их тоже надо научить защищать свой труд и честно заработанные деньги. Поэтому в связи с этим вот это мероприятие я считаю сегодня необходимым на сегодняшний день для наших детей, для наших учителей. Каждый пользователь сети интернет может стать жертвой. Специалисты привели реальные примеры из практики, которые не могут не поражать и простотой, и ловкостью. Поэтому профилактика никогда не лишняя. Я довольно часто пользуюсь интернетом и всякими соцсетями, и часто натыкалась на разные сайты подозрительные. Там были красивые обложки и довольно красивые слова, когда обещали многое, когда обещали айфоны и разные призы. Но я чаще туда не захожу, так как уже знаю, что там будет. Не будет никаких призов, а просто обман. Через такие мероприятия мы, школьники, узнаем, как правильно пользоваться интернетом. Кибербезопасность – один из ключевых приоритетов современного общества. Поэтому сотрудники правоохранительных органов уделяют большое внимание повышению цифровой грамотности среди населения. Медицинские работники городской клинической больницы номер 7 сегодня вновь почувствовали себя студентами. Сотрудники правоохранительных органов провели для них лекцию по обнаружению и предотвращению кибератак. Для того, чтобы защитить себя от электронных преступлений, необходимо иметь хотя бы частичные знания в данной области. Это требование времени. Основным фактором этих преступлений является неосведомленность и невнимательность граждан, а также доверие ложным информациям. На сегодняшний день ложный перевод денег с одной пластиковой карты на другую, одним звонком и одной уловкой, не составляет труда. Именно поэтому вопрос о том, как не стать обманутым путём таких правонарушений, был в центре внимания участников встречи. Специалисты ознакомили участников с основами безопасного поведения в сети интернет, рассказали о способах защиты от киберугроз, правилах создания надёжных паролей, грамотном поведении в социальных сетях и многом другом.